Всем привет! Сегодня я хочу рассказать одну интересную вещь, про один интересный аккорд, который состоит из двух кварт, например, ре-соль-до. Если кто не знает, кварта — это у нас два с половиной тона, такой интервальчик. Вот, искала-искала. В классическом обозначении я не нашла, как называется такой аккорд. Кажется, квартовый, нет какого-то четкого такого определения, а вот в джазе он называется SUS, то есть английскими буквами S-U-S, и расшифровывается suspended. Это значит подвешенный. Почему? Потому что у него нет определенной ладовости, то есть он не мажорный и не минорный. Этот аккорд очень часто используется в современной музыке и в современном, значит, modern jazz. Вот. А как я предлагаю его использовать? Это, как бы, можно сказать, вторая часть сегодняшнего урока. Есть такой саксофонист современный, Кенни Гарретт, можно сказать, мой любимый саксофонист. Вот. И что я у него заметила, и, кстати говоря, многие американские музыканты, не только саксофонисты, у него это, можно сказать, позаимствовали, такую особенность, он играет очень длинные коды, да, то есть кода, это, ну, как аутро, да, теперь на современном языке таком, да, то есть даже если сама тема умещается, там где-то в пять минут, то там еще минут пятнадцать идет вот эта кода бесконечная. Вот. И внимательно я послушала, в самой коде не так уж много он играет каких-то виртуозных пассажей, приемов. То есть там достаточно простые идут фразы, это идет на такой, на энергетике, на каком-то нагнетании таком бесконечном, да, то есть он заводит этим публику. Вот. И я придумала, как нам, бедным пианистам, сделать такой же эффект. Значит, можно в коде, значит, у нас есть такая петля лестера, да, то есть, значит, вот она там. Извиняюсь. Да, то есть можно вот здесь вот сыграть. Ну, то есть первая, шестая, вторая, пятая, да. Вот. И если она имеет функцию, общую функцию, она имеет доминантовую. Как я уже говорила в одном из уроков, на доминанту можно играть все, что угодно. Таким образом, вы можете в правой руке играть вот эти сусы, да, влево играть в вертушку из этих, ну, петлёй лестера, а в правой вот такая штука получится. Ну, я могла бы еще допискать еще 20 минут, так же, как Кеннигард еще играть. Это эти аккорды вместе с вертушкой. Вот. Но, во всяком случае, я вам подала идею. То есть, если вы хотите попробовать в стиле такого хардбопа поиграть, то вот такой очень простой прием, да. Ну, вот это то, что я играла, это просто триольками, да, на тех же вот этих suspended квартовых аккордах. То есть, можно их играть там от любой ноты, там, на доминанте они все сгодятся, и триолями можно их обыгрывать. Вот, пробуйте.